Инга Абалдина не сразу решила стать актрисой. В Челебинском институте культуры она училась на режиссера. В стенах вуза студентка познакомилась с будущим мужем Гарольдом Стрелковым. Однажды посетив столицу, Инга сходила на спектакль «Вишневый сад» и так вдохновилась игрой артистов, что решила сменить направление деятельности. Вместе с Гарольдом она переехала в Москву, где столкнулась с рядом трудностей на пути к мечте. Абалдина оказалась в столице в ноябре, когда прием абитуриентов уже закончился. Но Инга не отчаивалась и твердо решила готовиться к поступлению на следующий год. Ее приняли в ГИТИС и во МХАТ. Это было волевое решение. Мы снимали маленькую квартиру, две комнаты в коммуналке на Арбате. Я уже работала, преподавала в интернате для детей-сирот, а с Арбата нас быстро выпихнули, и мы жили на Каховке. В маленькой гримерке поделилась Инга в эфире программы «Судьба человека». Инга Абалдина легко рассталась с первым мужем фото. Кадры с программы «Тиготы» не смущали начинающую актрису. Она призналась, что если ее вдохновляла какая-то идея, остальное становилось не таким уж важным. Перед большим театром был когда-то рынок. Страшное дело. Крысы бегали, коробки стояли. Я работала в интернате, и нам выдали кукол за победу в каком-то конкурсе. Они были волшебные, у них менялись прически. Денег на еду тогда катастрофически не хватало, и я пошла продавать этих кукол. Одну импортную немецкую игрушку можно было поменять на кожаное пальто, поделилась артистка. Спектаклей становилось все больше. Абалдиной предлагали роли в кино. Вскоре она забыла, что такое бедность. Перемены постепенно произошли в ее личной жизни. После 16 лет брака Инга рассталась с Гарольдом. По ее словам, разрыв не был тяжелым. Мы были хорошими подельниками. Это был брак однокурсников, больше похожий на туристический поход, а не семью. Мы поставили все спектакли, которые хотели, и пришли к финалу, пояснила актриса. После развода Инга и Гарольд создали новые семьи, поэтому между ними не осталось обид. Второго избранника Инга увидела на сцене, когда еще была в браке со Стрелковым. Игра Виталия Салтыкова настолько восхитила актрису, что она прибежала к нему со сценарием, заявив о желании вместе работать. Долгое время они общались как друзья, а когда Абалдина стала одинокой, Салтыков позвал ее в паломническую поездку в Иерусалим. Куда давно мечтала попасть артистка, там я влюбилась. Он прекрасно пел, рисовал, придумывал что-то. Мы вернулись оттуда парой, рассказала Инга. Инга Абалдина родила дочь почти в 43 года. Фото кадры с программы с того момента начался новый период в жизни звезды сериалов. В браке с Гарольдом у актрисы не было детей, но с Виталием ей удалось познать радость материнства. Инга забеременела в 42 года и очень боялась потерять ребенка. Я обрадовалась только на 23 недели, зарыдала как в кино, узнав о невозможном счастье, что у меня будет девочка. Я родила за два дня до 43 лет и отметила Абалдина. Даже во время беременности Инга не бросила кино. В сериале «Мама детектив» она снималась на позднем сроке. К счастью, у Абалдины не было осложнений. Рода звезды прошли удачно, и теперь она воспитывает дочку Клару вместе с возлюбленным. Клара моё главное сокровище подчеркнула актриса. Несмотря на то, что пара вместе много лет, Абалдина и Салтыков до сих пор не женаты. Влюбленные не считают штамп в паспорте залогом крепкой семьи. Это не важно. Главное, что судьба привела меня к такому результату. Все перипетии в жизни принесли мне счастье, заключила артистка Клэс Поуст 619 500 подписчиков.